Отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум 5 дней держится ниже 8 градусов. В столице Татарстана он сортовал 5 октября, что на две недели позже, чем в прошлом, в 2022 году. На сегодняшний день тепло получают 70% социальных объектов и 70% многоквартирных домов. Однако, если с самим фактом создания комфортных для жизни условий все понятно, то с тем, как это работает, не совсем. Чтобы узнать, от чего зависит нагрев батареи в квартире, нужно понять, как в целом устроена отопительная система. Существует несколько основных. Центральное, индивидуальное и использование альтернативных источников тепла. Одним из наиболее распространенных методов подачи тепла, пользующимся спросом в Казани, является центральное. Оно чаще всего применяется для отопления многоквартирных домов, офисных зданий, промышленных объектов. Основным источником является теплоэлектроцентраль, где производится энергия, которая позже распределяется по всему городу через сети теплообеспечения. В Казани, как всем, надеюсь, известно, работает три тепловые ТЭЦ, теплоэлектроцентрали, тепловые электрические станции. Почему теплоцентрали? Потому что идет одновременная выработка и тепловой, и электрической энергии. Хотя изначально все станции предназначены для выработки электрической энергии. Примерно, план города Казани снабжается от ТЭЦ, от трех, Казанский ТЭЦ-1, Казанский ТЭЦ-2, которые принадлежат ТАТЭНЕРГО, и Казанский ТЭЦ-3, которые принадлежат ТГК-16. А другая половинка, чуть больше, чуть меньше, они снабжаются от Казэнерго, это, скажем так, дочка города Казани. Но там, конечно, порядка 125 котельных. И там больше применимо слово «автономные», потому что очень много котельных, которые работают на группу зданий. На первом этапе котел нагревает воду или пар, используя газ, мазут, электричество или древесные отходы. В результате генерации тепла образуется горячая вода или пар, которые передаются по системе отопления. Второй этап – передача тепла. Горячая вода или пар проходит по системе отопления, состоящей из труб, радиаторов или пола с подогревом. Тепло передается от горячей воды или пара к радиаторам, которые излучают его в помещении. Третий, один из самых важных этапов – это, конечно, контроль температуры. Чтобы обеспечить комфортную температуру в доме, используются термостаты, которые регулируют работу генератора в зависимости от заданной температуры. Завершают весь процесс обслуживания и уход за системой. Это включает в себя очистку и проверку котла, проверку и регулировку термостата, ремонт утечек в системе теплоснабжения, а также удаление воздуха из системы, если необходимо. Чтобы энергию получить, надо что-то сжечь. Сейчас все станции города Казани работают на газе. У каждой станции есть резервный вид топлива. Например, на Казанской ТЭЦ-1, которая недалеко от нас расположена, это мазут. На Казанской ТЭЦ-2 это был уголь. Соответственно, когда топливо поступает на станцию, его сжигают в котлах. В результате сжигания котлов получаем тепловую энергию в виде пара. Все-таки изначально станция рассчитана на выработку электрической энергии. Пар уходит на турбины. Это или паровые, либо газовые, либо парогазовые установки. И, соответственно, часть идет на выработку электрической энергии, но часть может идти сразу и на систему отопления. Нормальная работа отопления многоквартирного дома зависит от соблюдения основных параметров оборудования и теплоносителя – давления, температуры, схемы разводки. Реже используется индивидуальная система отопления. Она позволяет более гибко управлять температурой внутри помещений и быть более независимыми от центральных тепловых сетей. Еще одним способом обеспечения тепла в помещениях является применение печей на дровах или угле, особенно в загородных домах или частном секторе. Там вырабатывается тепло, и дым выходит через трубу наружу. Что касается альтернативных способов отопления, к ним можно отнести использование солнечных панелей для нагрева воздуха или воды, геотермальные системы, которые используют тепло Земли, или даже употребление биомассы в виде дров или пеллет. Соответственно, поступает эта горячая вода не напрямую в батареи к жителям, а через вот такие тепловые пункты, где путем передачи своей теплоты при помощи теплообменников внутриквартальных сетей, уходит на внутриквартальные сети. А из этих тепловых пунктов горячая вода, уже охлажденная, не 110, допустим, а 70, она возвращается на станцию. Внутри квартала любого, соответственно, идет уже дальше разводка по домам и подступает к нам в батареи. Отапливание домов – сложный процесс, который зависит от различных факторов, таких как тип дома, используемые в регионе системы отопления и индивидуальные запросы жильцов. Нельзя не отметить роль технических специалистов в этом процессе. Именно они обеспечивают правильную установку и настройку системы отопления, производят регулярное обслуживание и ремонт оборудования, а также обеспечивают комфорт и безопасность системы в холодные времена года. Поэтому проживающим в смешанном климате нужно лишь принять правила игры и выбирать лучшее для себя. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз.